На всякий случай, если кто не помнит, то я фанат вообще Дмитрия, потому что клиентская лояльность, на мой взгляд, это просто основа любого бизнеса. И то, что Дмитрий помогает всем нам взглянуть на себя с критической стороны и помогает коммуницировать с клиентами, тебе огромное мерси. Ну и не устану повторять, что я очень сожалею, что ты не продал мне долю. Может быть еще передумаешь. Все может быть. Коллеги, всем привет. Привет всем, кто в оффлайне, кто смотрит нас в онлайне. Честно говоря, с удовольствием бы с Константином поменялся, потому что Костю всегда интересно слушать. Но начну я. С темы сегодняшней конференции заряжены искусственным интеллектом. Вот наблюдая в принципе за о том, о чем говорят в последний год на конференциях, стало мне лично отрадно, что как-то мы стали более трезвее, наверное, смотреть на тему искусственного интеллекта. И уже нет вот этого, а что же будет, когда нас поработят, сколько людей потеряют работу. Все как-то стало более-менее приземленное. И все поняли, что искусственный интеллект и все, что связано с технологиями искусственного интеллекта, это прежде всего инструмент для решения каких-то бизнес и практических задач. Я, наверное, продолжу эту тему. И тема моего сегодняшнего выступления, она тоже будет более приземленной. И вокруг того, что все-таки искусственный интеллект нужно применять там, где это нужно применять. Меня зовут Дмитрий Третьяков. Я являюсь CEO и основателем платформы GitLoyalty. Чуть позже, наверное, расскажу, почему все-таки я убрал обычно из своих презентаций, я говорю, руководитель IT-компании SmartPoint. Нет, все, теперь я все-таки основатель платформы GitLoyalty. Расскажу, какие немножечко изменения у нас произошли в компании. На рынке мы на самом деле с 2016 года, наверное, активно с 2017 года. И так вот получилось, что автобизнес – это такая наша любимая отрасль. И несмотря на то, что мы сейчас начали выходить в другие отрасли, автобизнес по-прежнему остается нашей ведущей отраслью в нашем портфеле. И более 200 дилеров уже подключены к платформе GitLoyalty по одному из хотя бы решений, которые с нами работают. Если брать клиентов, здесь вот честно скажу, просто за вчера вот коллеги, как и успели, согласен на размещение логотипов. Взять, Аня, прости, пожалуйста. Непонятненько, да. Я передам от тебя большое фу. На самом деле это слайд для того, что есть клиенты, которые работают относительно недавно с нами, а есть там, например, как компания Arcode, которая практически сначала существовала компания, нас поддерживает, за что им большое-большое спасибо. И на самом деле с точки зрения рынка, вот то, о чем сказал Олег, мы мониторим обратную связь в виде отзывов по всему на самом деле рынке, который у нас есть. И то, что мы видим, это вот как пример, считаем это анонимный негативный отзыв, мы видим, что все-таки, наверное, нас как потребителей прежде всего интересует не то, использует ли компания какие-то IT-технологии, искусственный интеллект, а нас интересуют выгоды и достаточно простые такие вещи, которые мы получаем. Скорость обслуживания, качество обслуживания, насколько обслуживание персонализировано, насколько персонал дружелюбный. И в принципе те негативные отзывы, которые мы видим по всем дилерам, они говорят именно об этом, что точка роста, если она есть, то она чаще всего связана с тем, что происходит при коммуникации с клиентом. Это то, по сути дела, с чем и нужно работать. И тема сегодняшнего моего выступления, она называется «Гонка за ИИ за искусственный интеллект или просто хорошо выполнять свою работу». И здесь на самом деле я вначале немножко дам слайдов чуть-чуть про искусственный интеллект и расскажу таких три интересных примера, а потом в большей степени, наверное, расскажу все-таки про нашу платформу и про те решения, которые есть и какие боли они решают для автодилера. Но в первую очередь я вот хотел с вами таким исследованием поделиться. Это компания SBS, она вот недавно опубликовала исследование «Тренды развития искусственного интеллекта до 2030 года». Можно найти в интернете, оно абсолютно открытое, свободное. Оно рассказывает про тренды, которые есть не только там в отрасли транспорта, но и в других отраслях, там здравоохранение, там логистика и так далее. И здесь там есть такой интересный слайд, который говорит о том, что этапы развития искусственного интеллекта, вот сейчас этап развития слабого, ИИ так называемый, который мы сейчас с вами наблюдаем, он практически завершился. То есть те возможности, которые текущие технологии дают, они исчерпались. И вот к 2030 году будет развиваться так называемый сильный ИИ, сильный искусственный интеллект, который практически будет сопоставим с возможностями человеческого разума, который будет уметь определять человеческие эмоции. И это на самом деле хорошая новость, потому что я уверен, что с теми вложениями, инвестициями, которые есть, эта идея точно будет реализована. Хорошая новость для бизнеса заключается в том, что есть как раз несколько лет для того, чтобы убрать тот хаос, о котором один спикер говорил, и немножко настроиться на то, что дальше без искусственного интеллекта и без этих технологий просто бизнесу будет сложно конкурировать на рынке. А три истории, которые я хотел рассказать, они мне очень нравятся. Первая история вообще никак с искусственным интеллектом не связана, она связана с магазинами компании Apple. Если кто-то был, знайте, что у них есть вот эти стоечки, которые Genius Bar называются. Все же, ну кто-то видел же их, знает. Это стойки, которые они запустили у себя, когда открывали этот магазин, а что они сделали? Они пришли к потребителю, спросили, какой у вас был самый классный опыт. Они сказали, ну когда мы обращались на консьержу в отеле, они ту же самую идею реализовали в своих магазинах. Она у них классно сработала, поэтому любой человек может прийти в их магазины и получить консультацию бесплатную по любому практически вопросу, связанных с техникой Apple. Никакого искусственного интеллекта. Пример такой идеи, которая идет от клиента. Второй кейс, он такой менее известный. Есть такая компания, как Варбер Паркер называется. Это производитель таких недорогих очков. У них были магазины, здесь в принципе написано. Они увидели, что люди примеряют очки, фоткают и потом отправляют друзьям, знакомым для того, чтобы получить обратную связь. Там идет мне, не идет. Они реализовали эту функцию в мобильном приложении, просто пошли от клиента. И у них на самом деле это круто сработало и выросли, цифры я не помню, выросли продажи их ассортимента. И третий кейс, он совсем недавний. Я, поскольку айтишник, я люблю все эти айти технологии, и регулярно отслеживаю, какие стартапы сейчас инвестиции получают, для того, чтобы смотреть, какие тренды есть с точки зрения развития продукта. Это вот недавний проект, он называется Remark. Недавно получил инвестиции. Идея проекта заключается в следующем. Есть чат на сайте, они ориентируются на целевую аудиторию интернет-магазинов. С одной стороны, чат на сайте, где много обращений, нужно автоматизировать через искусственный интеллект. С другой стороны, нужна какое-то человеческое общение для того, чтобы клиент, который пишет, он получал, наверное, более такое эмпатичное и правильное общение. Они соединили это две идеи. То есть у них чат-бот, который начинает общаться как искусственный интеллект, а потом подключает экспертов. И они подключили порядка 40 тысяч экспертов, огромное количество, по разному ассортименту. И вот у них среднее время 12 секунд, выручка вырастает на 9%, а конверсия вырастает на 20%. Классная история, когда объединили и технологии, и то, что нужно потребителю. И на самом деле вот эти все три кейса, они как раз про это, что если мы ориентируемся на улучшение клиентского опыта, то это неизбежно приведет к росту продаж, потому что в конечном итоге клиент платит деньги за те товары и услуги, которые мы предоставляем. Здесь немножко статистики я подобрал, которая опять же подтверждает эту мысль о том, что стоит ориентироваться прежде всего на клиента и на его опыт. И причем неважно, мы будем делать вещи, основанные на искусственном интеллекте, либо не основанные, потому что этот самый опыт, он будет работать на увеличение продаж. И когда мы вот это поняли, историю, мы поняли, как раз если уже возвращаться к нашей компании, к нашим продуктам, мы поняли, что был вот SmartPoint у нас продукт, он и так же есть, там сервис лидогенерации с виджетами, есть GitLoyalty, который с отзывами работает. И как-то эта история вроде про одно и то же, вроде про клиентский опыт, но все по-разному. Поэтому вот месяц назад мы все наши продукты объединили под одним брендом GitLoyalty. И теперь в целом, если посмотреть на те задачи, которые мы решаем, и те продукты, которые у нас есть, у нас получилось, ну если без альфа-тестирования брать 11 продуктов, и мы их распределили по этапам воронки, при лечении, конвертации, удержания. И по большому счету, в зависимости от того, какая бизнес-задача стоит у автодилера, у компании, мы выбираем, какие продукты наибольшим образом, наилучшим образом подходят, и эти продукты внедряем. То есть это немножко как раз о том изменении, которое произошло у нас в компании. И дальше я вот как раз хотел просто предметно рассказать конкретно, как наш продукт решает те или иные задачи, посмотреть интерфейс, потому что я думаю, что это, наверное, в рамках сегодняшней конференции будет максимально интересно. Те продукты, я все продукты не буду показывать, а покажу только самые основные, которые решают задачи сокращения затрат, трудозатрат, персонал на работу с отзывами, повышение качества работы с обратной связью и так далее. Первый продукт, мы пойдем с вами слева направо по воронке, привлечение, конвертация, удержание. Первый продукт, один из моих, наверное, самый любимый – геомаркетинг. Геомаркетинг – это, грубо говоря, история, связанная с оформлением карточек, вообще продвижением карточек компании на геосервисах. У нас сейчас три в России. Яндекс, ГИС, ну и на последнем месте Google. В меньшей степени Google, но он все равно так или иначе есть. С точки зрения автоматизации, какие там несколько задач мы можем решить, которые понятны к решению. Первая задача – это задача проверки актуальности информации в карточках. Это решает как раз автоматизация. Потому что я думаю, что многие из вас знают, что информация на том же Яндексе может измениться без вашего участия. Потому что любой может зайти, сообщить об ошибке, и это меняется. Вот автоматизация позволяет эту проблематику решить. И дальше я покажу кейс, примеры того, на примере автодилера, какая информация может подменяться. А вы уже оцените, насколько это критично. История, как бы один из моих любимых дашбордов в нашей платформе – это дашборд по рейтингам. Чем он хорош? То есть за счет того, что мы в принципе в платформу собрали все самые популярные геосервисы и отзывики. Часто бывает ситуация, что там, допустим, автодилер сосредоточился на работе только на Яндекс и на 2GIS, а с другими платформами не работает. А нужно быть там, где есть наши клиенты. Поэтому вот этот дашборд, он позволяет держать руку на пульсе и смотреть, какие платформы популярны, где чаще всего пишут, где есть отклонения по рейтингам и дальше с этим работать. Здесь я хотел с вами поделиться. Вот, наверное, пару месяцев назад делали мы такой гайд по оформлению карточек Яндекса и 2GIS. Эту историю мы пока не автоматизировали, но на мой взгляд, если вы хотите проверить, насколько полно вы сейчас используете бесплатные возможности Яндекса и 2GIS, сканируйте, те, кто в онлайне, тоже сканируете, скачиваете. Это абсолютно бесплатно. И это точно будет работать, потому что по нашему опыту, наверное, только процентов 60 бесплатных возможностей Яндекса используют автодилеры. Если вы полностью заполните карточки, уверен, что у вас получится рост в количестве целевых действий. Теперь кейс. Все кейсы мы разместили с согласия компаний. Это компания Dialog Auto, автомобильная компания. У них несколько брендов, есть направление автомобилей с пробегом. Вот у них подключен в GitLoyalty функционал актуализации. Январь, май, пять месяцев. Всего, казалось бы, четыре изменения обнаружено, которые произошли в карточках информации. Но если посмотреть чуть глубже, то кажется, что изменения, которые были обнаружены, они критичны. Если хотя бы один день карточка побудет там в режиме, больше не работает, либо с некорректным номером телефона, то можно оценить, сколько целевых действий не будет совершено и насколько это повлияет в итоге на выручку компании. Поэтому эта история работает, не часто случается, но мы очень рекомендуем за этим следить, либо автоматически, либо вручную, потому что проблема есть и это будет влиять на ваши показатели. Следующая история. Следующий продукт – это продукт отзывы. На самом деле, наверное, 99% клиентов, которые пользуются платформой, они пользуются продуктом отзыва. Почему? Потому что это самый такой операционный и постоянный процесс компании. Это так, когда мы их находим, мы на них отвечаем, мы их обжалуем и так далее, и так далее. Соответственно, автоматизация позволяет это решить. Вот здесь как раз показал пример того, что мы недавно научили платформу делать. Это еще собирать информацию, которая прикреплена к отзыву, не только текстовые данные, но и там фото, видео, материалы. Это все тоже можно посмотреть в одном окне. И, наконец-то, вот как раз к сегодняшнему дню мы реализовали историю с помощником официальных ответов. То есть, когда есть одна из проблем, когда отзывов много, ты начинаешь отвечать однотипно. Вот мы реализовали помощник официальных ответов. Сегодня, по-моему, уже его должны были выкатить. Эта история как раз позволит еще больше упростить работу с официальными ответами и сократить трудозатраты на работу с отзывами. Но самое главное, они помогут улучшить восприятие потенциальных клиентов в вашей компании, потому что ответы станут более персонализированными и интересными. Вторая история – это, безусловно, дашборды. Моя любимая, наверное, тема, потому что все, что можно считать для управления, нужно и важно считать. Эта автоматизация тоже позволяет делать. В том числе, вот здесь как пример, но видно, наверное, не очень. Можно в том числе смотреть, например, в какие дни чаще всего пишут отзывы. Или в какое время чаще всего пишут отзывы. Это та история, которая при более глубоком излучении позволяет увидеть, о чем пишут. И, может быть, там с точки зрения бизнес-процессов происходит какой-то сбой, что принуждает на наших клиентов писать негативные или позитивные отзывы. И третья история – это показатель сервис-левел. Наверное, это актуально больше для каких-то крупных холдингов, когда работает несколько пользователей и отвечает на отзывы из системы. Показатель сервис-левел позволяет контролировать долю отзывов, которые отвечены в течение какого-то времени. Времени вы устанавливаете сами в соответствии с вашими внутренними стандартами. Если вы хотите считать показатель, что сколько там ответов в течение 48 часов, показатель сервис-левел позволяет это считать. Кейс. Здесь уже будет компания Евро Альянс. Это Великий Новгород. Здесь как раз показаны изменения двух ключевых показателей благодаря автоматизации охвата и сроки ответов. Как они изменились до внедрения платформы и после внедрения платформы. Но охват логично вырос до 100%. Время ответов 3 дня 4 часа с учетом того, насколько я знаю, что на выходные они не отвечают просто на отзывы. Это просто в среднем растягивается 3 дня 4 часа. Если брать показатели, допустим, среди будние дни, то они укладываются в положенные 48 часов. Поэтому автоматизация позволяет сильно упростить эту задачу и улучшить ваши показатели. Следующая история. Мы идем прям по продуктам слева направо. Целевые страницы. По-моему, я ни разу, наверное, о чем-то я говорил, но по-моему, ни разу я не рассказывал о этом продукте на конференциях. А он у нас есть. Что это такое? Вот есть виджеты, которые интегрируются на сайт. О них я тоже расскажу. Но мы подумали, а для чего, допустим, интегрировать виджеты на сайт, если можно попробовать создать полноценную какую-то целевую посадочную страницу под решение конкретной задачи. Для того, чтобы можно было это бизнесу запустить. Мы сделали две таких целевых страницы. Первая история, наверное, такая она для нас больше такая драйвовая, гипотетическая. Это электронная книга отзывов и предложений, которую можно запустить, ну как полноценная она открывается посадочная страница. На эту книгу можно запустить QR-код, там разместить в зоне Решепсон в клиентской зоне. И она решит две основных задачи. Она покажет отзывы, которые есть в компании, которые она же, они же сюда попадают там из Яндекса, Тугиса, Гугла и так далее. И она же позволяет сформировать некую такую цифровую точку контакта с целевой аудиторией, где человек может оставить этот отзыв. Еще одна интересная целевая страница, которую мы реализовали, по-моему, в конце прошлого года, но активно пока ее не продлевали, целевая страница по выкупу автомобиля. У нас какая была гипотеза? Есть там канал поступления автомобилей Trade-in, понятная история, в обмен на новые автомобили. А есть еще выкуп с улицы. Часть дилеров развивает это направление. И мы реализовали такую посадочную страницу по выкупу, которую можно запустить за 30 минут. Там настраивается все вплоть до того, какие вы автомобили выкупаете. За 30 минут запускается там на нашем домене, либо на вашем домене. И все, и там вы запускаете сюда контекст, либо создаете там отдельную карточку в Яндекс.Картах. На это направление у нас тоже есть такие кейсы. И у вас начинает работать полноценный канал выкупа автомобилей. К сожалению, кейс не успели собрать, но потом, если кто-то мне напишет, я расскажу, какие там есть показатели по конверсии этого продукта. Следующая история – это Aion Аналитика. Вот здесь точный искусственный интеллект, который нам помогает в платформе GitLoyalty это делать. Что он делает? Это базовую задачу решает. Это быстро тегирует отзывы по содержимому. Здесь представлены теги, которые мы сейчас умеем определять в отзывах, где упоминается покупка, где сервис, кредит. Обслуживание это имеется в виду с точки зрения процесса, время, стоимость и тег именной. То есть, когда упоминается имя человека в отзыве. Эта история удобна, особенно, когда у вас много отзывов, особенно, когда вы внедряете какие-то изменения в бизнес-процессах, и вы хотите отслеживать, например, снижение доли негативных отзывов с жалобами на время. Например, когда вы оптимизируете время пребывания человека на сервисе и так далее. Вот эта история позволяет тоже это делать. Это в чистом виде искусственный интеллект. Следующий продукт – это продукт опросы. Тоже кратко про него расскажу. Он на самом деле решает две ключевых задачи. Первая задача – это цифровать клиентский опыт в разных точках касания с клиентом. Подоцифровать я имею в виду использование каких-либо технологий. НПС, СИСАД, смайлы, звезды. Потому что когда мы оцифровываем на базе какой-то технологии, мы понимаем, какая у нас есть динамика и в целом насколько удовлетворительно. И здесь на самом деле первое – цифровать и точки касания могут быть разными. Я вот недавно привозил автомобиль обслуживать. Я сам с Волжского, это Волгоградская область, и обслуживаю автомобиль в ключ авто. Я приехал, сидел за столом мастер-консультанца по сервису. И смотрю, табличка стоит, оставить отзыв легко. Сканирую, а там опрос гитлойл. Думаю, приятно. И на самом деле это вроде бы простая история. Я потом запросил у коллег, а какая конверсия у этого опроса. Они мне прислали за этот год. Там на самом деле обратной связи было немного, порядка, по-моему, 29 с этого стола, вот с этого формата. Но самое главное, что там были позитивные отклики, и часть этих откликов как раз перешла в позитивный отзыв, потому что вторая часть, которую решают опросы, это как раз позитивный опыт направить в интернет для того, чтобы люди оставляли отзывы. И автоматизация это позволяет решить, потому что с одной стороны вроде здорово получить какую-то обратную связь от клиента с точки зрения его опыта, а с другой стороны было бы неплохо, если бы он поделился с другими и привел нам еще новых клиентов. И в завершении, а вот кейс еще компании J-Car, это Нижний Новгород дилер Мазда. У нас с ними работают опросы по каналу SMS, опросы работают по сервису, это их реальная статистика. 22% это конверсия из отправленной SMS в голос, и получается из них 20% это люди, которые перешли на площадки и оставили положительный отзыв. Классная история, которая работает именно когда опросы происходят в электронном виде. И последние, по-моему, три продукта, которые я хотел вам рассказать, они в большей степени связаны уже с лидогенерацией, с увеличением продаж. Тоже про это давно не рассказывал, про конференциях, но, как оказывается, они эффективно работают. Про квизы все же знают, что такое квизы. А кто пользуется квизами на сайте, кто подключался к эту историю? Ну, на самом деле, в чем преимущество квизов? То есть квиз – это, грубо говоря, тот же самый опрос, который пользователя проводят по шагам, выясняя у него какую-то проблематику, либо ответы на вопросы. Квиз имеют гибкую логику в зависимости от предыдущих ответов, неограниченное количество шагов, вы это сами все решаете. И мне очень нравится этот инструмент, потому что он создает, и я даже написал, создает иллюзию персонализации. То есть когда человек вовлекается, идет по шагам, его опрашивает, он думает, как круто. И на самом деле эта история работает отлично. Если брать квизы, здесь уже кейс компании Автокомфорт. Мы запускали квиз с ними по сервису, у них два раза вышло с сайта число обращений на сервисное обслуживание. Без увеличения затрат на рекламу, без какой-либо там истории с изменением сайта. Квиз, продуманный сценарий, запустили, работает. Все потому, что люди ценят то, когда с них спрашивают, и они готовы дать больше информации для того, чтобы получить персонализированное обслуживание. Следующая история – это один из моих любимых инструментов Trade-in. Это когда появляется на сайте окно, то есть какая-то интерактивная возможность, позволяющая без кликов, вернее, как без ручного ввода информации, завести информацию по автомобилю и получить предложение по обмену. Эту же историю можно использовать и для выкупа, база здесь обновляется. И часто вот здесь задают вопрос, а почему бы сразу цену не показывать, на основании данных, которые есть в интернете, онлайн оценку. Пробовали, тестировали, снижает конверсию, поэтому просто оставили форму заявки. На самом деле, а дальше уже менеджер пусть с этим разбирается сам, потому что, как мы знаем, на итоговую стоимость автомобиля влияет же куча факторов. И региональность, и его состояние. И здесь, кстати, можно еще сделать возможность загружать фотографии и указывать повреждения. Вот кейс компании Авторусь. Trade-in, сайт, данные по трафику, к сожалению, раскрывать не могу, но могу сказать, что 40 дополнительных обращений в месяц на обмен автомобиля они получают. И следующая история. Видеобот, тоже про искусственный интеллект. Сейчас идет тестирование. Расскажу, что это такое и почему эта вообще идея родилась. Я говорил уже, что я люблю следить за стартапами. И тут нашел один стартап. Что он делает? Он разработал модель, куда ты можешь скормить любой текст, выбрать персонажа, который ты хочешь, задать ему фон. И у тебя на сайте появляется вот такая девушка, либо мужчина, который прям тебе на русском языке начинает с тобой общаться. Сценарий вы прописываете сами. Там можно задать несколько шагов. И вот сейчас мы с несколькими клиентами тестируем эту историю. То есть идея состоит в том, что использовать видеоформат, как такой популярный формат среди сейчас пользователей, для того, чтобы вовлечь в такой чат-диалог и за счет этого потом получить заявку. Нет пока данных по конверсии, потому что период тестирования счета идет маленький. Но если кто-то из слушателей онлайн или из зала захочет это протестировать, все это абсолютно бесплатно. Нам интересно получить опыт, насколько это решение работает. Потому что это наша просто гипотеза, что это будет работать. Но сама идея очень нравится. И это вот как раз про возможности искусственного интеллекта, которые они дают. Ну, я, честно говоря, был впечатлен, насколько они реалистично это делают. То есть понятно, что есть какая-то нестыковка иногда, как шевелятся губы и какие слова она произносит. Но оно настолько некритичное, что это впечатляет. Поэтому я думаю, что это будет развиваться и дальше. Все. У меня последняя цитата. В этот раз решил без айтишников. В этот раз решил цитату Михаила Булгакова. Все, что не происходит, всегда происходит к лучшему. Поэтому на самом деле, если не париться по поводу искусственного интеллекта, а просто работать, хорошо делать свою работу, результат будет и все будет замечательно и хорошо. Все. Подписывайся на телеграм-канал. Спасибо. Дим, спасибо большое. Так. Есть вопросы в зале? Зал сегодня у нас какой-то неактивный. Та-ра-ра-ра-ра-рам. Есть? Прекрасно. Прекрасно. Простите, не увидел за телевизором. Не работает. Работает? Да, это снова я. Подскажите, пожалуйста, насколько легко интегрировать вашу систему в рукописные сайты? Потому что с конструкторами мы все привыкли уже работать. С ними обычно проблем нет. А вот в рукописные CMS-ки насколько проблематично это вставить? И второй вопрос. Как это отображается в вашей системе, например, в системе сквозной аналитики? Или так как это прикрепляется непосредственно к сайту, то мы не сможем выявить именно то, что, например, этот лид привела ваша форма? Отвечаю на первый вопрос. Да, это возможно. Но единственное, технически нужно будет посмотреть. Но мы обычно, когда подключаем, мы помогаем с установкой кода. И сейчас проблем никаких не возникает. А по второй части у нас есть интеграции и с CallTouch, и с CallMagic, и с Roystat, и с Яндекс.Метрикой. Ну, я так понимаю, у вас именно сквозная аналитика. У нас с CallTouch, да. Да, без проблем с CallTouch работаем. Интеграция есть. А по стоимости сможете сориентировать сразу? Зависит от того, какой вы продукт берете. В среднем, наверное, от трех с половиной месяцев за сайт. Всего лишь? Ну, мы начнем с малого, да, потом. Окей. Спасибо. Спасибо. Дим, скажи, пожалуйста, когда компании рациональнее последовать вашему примеру и объединить бренды, а когда лучше, наоборот, диверсифицироваться и разбить бренд на суббренды? Мне, наверное, потребовалось весь прошлый год, чтобы как-то ответить на этот вопрос. Ну, тут, наверное, вопрос дальнейшей стратегии. То есть, если стратегия узкой специализации, то я бы, конечно, рекомендовал разделять. Но учитывать тогда, что и затраты на маркетинг, на продвижение, это все будут разные затраты. В нашем случае, мы когда увидели, что у нас есть клиенты, которые, словом говоря, пользуются виджетом, но не пользуются отзывами, а мы им еще рассказываем про GitLoyal, нам проще один раз рассказать про GitLoyal и все. Это, наверное, написано, что это Марк задал вопрос, но он у Сольцев пишет. Похоже. Он, кстати, еще не в курсе. Так. Вы мониторите запуск новых нишевых рейтинговых платформ, отзывиков и геопроектов, чтобы интегрировать их в свою систему или работаете только с большими? Так, чтобы целенаправленно, наверное, нет, потому что зачастую сами клиенты к нам с этим приходят, говорят, есть такая платформа, мы там работаем, подключайте. Но если брать автобизнес, то за последние, ну сколько мы работаем, ни разу ничего нового пока не появилось. Ну тут да, просто вопрос, если там два отзыва в год, то это просто нефиг. Мы можем, конечно, это сделать, но целесообразность она нулевая. Но за дополнительные деньги. Мы, кстати, бесплатно это делаем. Хорошо, что я не купил у тебя долю. Все бесплатно. Так, еще один помощник в генерации ответов. Это как раз и свой, или какой-то внешний. Там будет три варианта, которые мы сделали. Первое. Мы сделали помощник на основании своей экспертизы. То есть как мы пошли. Мы посмотрели все ответы, которые реально публикуются компаниями. И на основании их создали некоторые помощники. Это как шаблоны, которые показывают. Вторая история это с ИИ. Но мы взяли за основу не чат GPT, а все-таки российскую историю. Мы взяли Яндекс GPT. Подключили. А третье, когда компания может сама создать нужные шаблоны, если она по стандартам работает и работает только со своими текстами. Понятно.